Межрегиональный информационный выпуск на телеканале ТВКОМ открывают новости при Ангаре. О них жителям столицы Бурятии готовы рассказать корреспонденты программы новостей сейчас и я, Александра Кошорникова. Перестройка и ускорение. Во всех общеобразовательных учреждениях Иркутска сейчас идет ремонт. В 14-й капитальный. После масштабной реконструкции, которая длилась год, открывается 34-я школа. Учебный год начнется и в 23-й, отстроенный заново. Представители городской администрации побывали с проверкой в нескольких школах и гимназиях. Распорядились ускорить темпы. Далее Ирина Гапончик. 25-ю гимназию на проспекте Жукова, скорее всего, после ремонта сдадут в срок. Основная часть работ уже сделана. На все про все у подрядчиков есть еще три недели. Возможно, придется ускориться. Закончен уже ремонт спортивного зала, актового зала. Готов второй и третий этажи. Сейчас идет капитальный ремонт столовой. Начался он еще в июне месяце. Но по ходу выполнения работы, думаю, что будет закончен ко времени сдачи школы. Гимназисты, которые придут сюда в сентябре, свою столовую не узнают. Новым будет все, начиная со стен и заканчивая посудой. Ремонт столовой обойдется муниципальному бюджету в 270 тысяч рублей. Еще на 800 закупят новое оборудование. Поменяют электрику, вентиляцию, печи, холодильники, посудомоечные машины. Будет как в кафе. Заместитель мэра Иркутска Игорь Борисов, который сегодня проверял, как идет ремонт иркутских школ, призывает подрядчиков наращивать темпы. Особенно это касается школы 27 на бульваре Постышева. По графику ремонт здесь, как и в 25-й гимназии, тоже должны закончить через три недели. Но в то, что успеют, верятся с трудом. Полы не заменены, стены не докрашены. В столовой та же история. Между тем, на ремонтные работы, спортзале и столовой уже выделено 5 миллионов рублей. Зам мэра обещал, представители городской администрации станут здесь частыми гостями. Будут напоминать о штрафах, которые ждут за нарушение сроков. Ремонт сейчас идет во всех иркутских школах. 14-й капитальный, последний стоил городу 270 миллионов рублей. Выделили твердую политику, что нужно проводить капитальный ремонт школы. В ближайшее время будет поставлено на капитальный ремонт школу номер 5. Это на Синюшной горе, на дворе Рябиково. Ставим также на капитальный ремонт школу 73 и школу 45. Есть в Иркутске школа, которая была фактически построена заново, номер 23. Откроет двери для учеников и 34-я школа. В прошлом году там не было занятий. Здание капитально перестраивали. Все среднеобщеобразовательные учреждения города должны быть готовы принять детей к 15 августа. С этого времени начнут принимать и их самих. Этим займется специальная комиссия в составе специалистов мэрии, Роспотребнадзора, Государственного пожарного надзора и МЧС. Ирина Гапончик, Александр Барановский. Новости сейчас. После случая отравления в детском оздоровительном лагере под Ангарском, во всех детских лагерях Иркутской области были запрещены продуктовые передачи. Запрет соблюдается строго. Это выяснил наш корреспондент Уйана Немаева. О том, как прожить в лагере без домашних конфет и печенья, ее репортаж. Катя Калугина, не дожидаясь начала учебного года, пишет сочинение «Как я провела это лето». Это будут воспоминания о лагере. Все самые лучшие. Кате вообще не капризна. Ей здесь все нравится, особенно как кормят. Мне очень нравится. Это какое-то домашнее питание, очень вкусные блюда. Обед. Я обожаю суп. Каждый день его кушаю. Очень вкусно. Вкусно, полезно, безопасно. Вот главное правило приготовления пищи для детей в лагере. На столах здесь нет салатов с майонезом, кондитерских изделий с кремом, блинчиков с мясом, яичницы, консервированных компотов, макарон по-флотски и окрошки. Все эти продукты потенциально опасны и потому исключены из детского меню. Но от этого оно хуже не стало. «Питание у нас пятиразовое, сбалансированное. Примерно где-то 2800-3000 килокалорий. И очень разнообразное. Повара умело так делают витаминизированные напитки из свежих ягод. Облепиха, малина, клубника. Ну, такие свежие ягоды. Рыба два раза в неделю или один раз в неделю обязательно рыбное блюдо. Ну, а так, в общем-то, фрукты два раза. Это на полдник и на второй ужин». При таком рационе можно прожить и без посылок из дома. После недавнего отравления детей в лагере по Тангарскому передачи запрещены. «Родители приносят все, что угодно. Печенье, соки. С недавнего времени, с начала июня, это строго запрещено. Родители могут пронести только минеральную воду. Все остальное строго запрещено. Мы за этим строго контролируем и они ничего уже больше не приносят. Питаются дети только в столовой». Эта смене здоровое питание важно вдвойне. «Она спортивная. К ограничениям в пище спортсменам, как известно, не привыкать. Особенно, что касается сладкого. А недовольные, вернувшись домой, будут больше ценить, что имели». Туяна Немаева, Николай Крупченко. Новости сейчас. ДТП с участием маршрутного такси в центре Иркутска. Накануне вечером в центре города маршрутка не смогла разойтись легковым автомобилем. В этот момент в салоне микроавтобуса было трое пассажиров. В том числе главный специалист управления гражданской защиты регионального управления МЧС Александр Маслов. Спасатель понял, рабочий день продолжается. «Маршрутчик пытался вывернуть и врезался в стол. Пострадало две женщины, которых удалось поймать такси и отправить в Третью Кировскую больницу. Две девушки получили незначительные травмы. В настоящее время выяснением обстоятельств ДТП занимаются автоинспекторы». На этом пока все. О событиях при Ангаре и о середине земли продолжат новости Забайкальского края. Передаем слово нашим коллегам с телекомпанией «Альтез». Чита приветствует соседнюю Бурятию. О последних новостях Забайкалье вам расскажут корреспонденты программы «Время новостей» и я, Дарья Лебедева. Обильные осадки осложняют и работу открытых горных предприятий на территории края. Несмотря на это, динамика, например, добычи рассыпного золота положительная. За шесть месяцев 2012 года добыто уже почти две с половиной тонны золота. Как и 130 лет назад, золотые реки Забайкалья отрабатываются универсальными агрегатами – драгами. О прошлом и настоящем умных машин в нашем репортаже с прииска Усть-Кара. На драге Усть-Карского прииска развиваются сразу два флага – Российской Федерации и Андреевский. А как же удивляются местные, это же часть флота. Для тех, кто впервые видит это громоздкое сооружение, непрерывно двигающееся, грохочущее, впечатление, прямо скажем, ошеломительное. А те, кто здесь работает, шума не замечает, а высота пятиэтажного дома под ногами вообще не впечатляет. Как, например, начальника драги Александра Остафьева. Александр Игоревич, вы давно здесь работаете? Драга – плавучий комплексно-механизированный горно-обогатительный агрегат с многочерпаковым рабочим органом для подводной разработки россыпей, извлечения из них ценных минералов и укладки пустых пород в отвал. Первая драга появилась в 1882 году в Новой Зеландии, в России – в 1893 году на сибирском прииске Рождественский. Первая драга в Забайкалье появилась в 1900 году в Чикойской тайге. Документов, подтверждающих этот факт, нет, но сохранили свидетельства очевидцев. Известный про кузинский золото промышленников Яков Фризер писал, «Работала драга и на прииске Тельных и Шишелева в Чикойской тайге, на впадающей в Чикорике Минза. Строилась эта драга домашними средствами, и как пойдет дело дальше – неизвестно». По свидетельству, к 1922 году от этой драги в Чикойском районе, сгоревшей в годы Гражданской войны, не осталось и следа. Зато сегодня в Забайкалье драги на золотых россыпях совсем не редкость. Тот же Александр Астафьев считает, что еще не скоро что-то придет на смену этой машине, настолько она универсальна. В год, например, эта 250-литровая драга на реке Кора пропускает от 800 до 1 миллиона тысяч кубометров песка и может добывать до 300 килограммов золота. К настоящему моменту здесь его добыто уже 63 килограмма, а впереди еще 4 месяца работы. Нормально в этом году, но единственное, природные факторы немного подвели у нас. У нас была очень холодная весна, в мае было много проблем с оттайкой породы, а сейчас, вы сами знаете, у нас подтопление, осадки дают большие проблемы. Эта драга, кстати, именная. Где-то по правому борту написано слово «Победа». На реке Кора она когда-то уже работала, в начале 70-х. В 2009 году, благодаря кредиту в 116 миллионов под гарантией правительства Забайкальского края, драгу вновь этапировали на старый маршрут. Ей предстоит проходить 30-километровый речной путь до поселка Уш-Кора. А это значит, предприятию удастся повторно выбрать оставшиеся здесь золотые запасы, выполнить план по объемам добычи, а главное, сохранить рабочие места, что очень важно для этого таежного уголка нашего Забайкалья. Лариса Комиссарова, Евгений Погорелый, из Сретенского района. Сезон на озерах, где есть веселье, не обходится без правонарушений. Полицейским особенно жарко в выходные дни, когда на отдых на Арахлейские озера приезжают до 20 тысяч человек. В минувший уикенд по берегам Арахлея с проверкой отправился дежурный патруль и наши коллеги из пресс-службы Краевого УВД. Вы отдыхаете, да, я так буду приемлемо. На полно? Законно Забайкальского края ознакомлено. По выбросу мусора, по мойке автомашины. Давайте и вещи без пересмотра не оставляйте, потому что гараж сейчас очень частный. В выходные на берегу Арахлея без полиции сложно. Дежурят ППС и ОМОН. Только за один день количество административных протоколов исчисляется десятками. Складывается впечатление, что здесь отдыхающие наглядно демонстрируют вредные советы, как нарушать закон Забайкальского края. Пьют пиво на улицах, мусорят, моют машины прямо на берегу. Бонусом к такому отдыху идет приглашение на административную комиссию. Фамилию, имя, отчество точно сегодня назовите. Обманывать не надо. Потому что в противном случае мы будем обязаны вас доставить в отделение полиции. Для выяснения вашей личности. Временное отделение полиции Арахлейской. И там мы ваши данные наверняка выясним. Можете не сомневаться. Так что давайте называйте конкретные свои данные. Мы составляем на вас протокол об административных правонарушений. И вы шагаете дальше. И мы пойдем дальше, да? Да. В будние дни отдыхающих меньше. В такую пору межвыходного затишья за порядком следят сотрудники временного отделения полиции. Как правило, участковые, оперуполномоченные, инспекторы ДПС. Дежурить приходится круглосуточно. Все лето. После выходных очень много звонков от граждан поступает. О происшествиях различного характера. Ну, основной массив из них это кража все-таки. Остальных правонарушений меньше. Есть правонарушения у нас на воде случаются. Где мы работаем совместно с инспекторами МЧС и ГИМС. Также вот у нас сейчас такое явление, как квадроциклы, гидроциклы распространены. Тоже водители нетрезвы бывают, жалобы поступают. Около 80 километров, а это 5 крупных озер, 200 туристических баз, 10 детских оздоровительных лагерей, 8 населенных пунктов. Зона, где необходимо поддерживать порядок. А учитывая, что летом здесь скапливается просто огромная масса нетрезвых отдыхающих, Арахлейскому отделению приходится непросто. Сотрудники обращаются к читинцам с просьбой не терять бдительности и оставаться людьми. У нас на сегодня это все новости. Слово коллегам из Улан-Баттера. Спасибо, коллеги. Эстафету новостей принимает телекомпания «Аист Монголия» из Улан-Баттера. Мы приветствуем жителей Бурятии и готовы рассказать о самых заметных событиях дня в Монголии. В студии работает Мирослава Барху. 87 лет назад в Монголии появился первый общественный транспорт. За десятилетия работы водители автобусов перевезли миллионы пассажиров, открыли десятки новых маршрутов. В честь праздничной даты сегодня самых лучших водителей страны награждали почетными грамотами и знаками. В 1923 году при военном министерстве появился первый гараж на десяток машин. С этого и началась история отечественного общественного транспорта. Сегодня в Монголии перевозки пассажиров осуществляют 49 предприятий. На линии выходит около тысячи единиц комфортабельных автобусов. За безаварийную езду и в честь 87-летия отрасли лучшим транспортникам вручили награды. За безопасность транспорта, выходящего в рейс, отвечают сотрудники предприятий. Они ежедневно проводят техосмотр. И на автовокзалах постовые ДПС контролируют загруженность машин. Лучшими предприятиями общественного транспорта названы четыре организации. Их водители ни разу не допустили аварий, а руководство постоянно занималось обновлением подвижного состава. В праздничный день за хорошую работу отметили и автобазы Аймака Архангай. Наша компания работает с 1996 года. Пару лет назад нам удалось обновить парк машин. Закупили современные корейские автобусы. Сегодня на линию выходит в общей сложности 12 единиц транспорта. Наши водители следят за машинами. Дороги в районе хорошие. Пассажиры довольны обслуживанием. Один из старейших сотрудников сферы общественных перевозок – Берузана. Его общий стаж работы – 38 лет. Выступая на церемонии награждения, Берузана, обращаясь к молодым коллегам, напомнил о высокой ответственности за жизнь пассажира и пожелал всегда быть вежливыми в общении с людьми. Почти 40 лет в транспортной сфере тружусь. Междугородними перевозками пассажиров занимаюсь последние 12-13 лет. Очень рад, что мой труд так высоко оценили, и я получил почетную грамоту. Профессионалы, много лет работающие в транспортной сфере, считают, что сегодня в стране достаточно подвижного состава для организованной перевозки пассажиров и для гарантированной безопасной езды. Благодарю за внимание. Смотрите «Середина земли» и будьте в курсе всех самых главных событий. Далее в нашем эфире прогноз погоды. По данным сайта Гесметио, 27 июля в Иркутске переменная облачность, небольшой дождь, ветер юго-восточный, слабый. Температура ночью плюс 14-16, после полудня 22-24 тепла. В Чите облачно и дождливо, ветер западный, слабый. Температура ночью плюс 15-17, днем 21-23 тепла. В Ламбатаре переменная облачность, небольшой дождь, ветер южный, слабый. Температура в ночные часы 10-12 тепла, после полудня 19-21 выше нуля. В Ламбатаре переменная облачность, небольшой дождь, ветер южный, слабый.